очень мощное представление очень ярко красиво все да пусть победит лучший в афере дзю ну что вдох выдох и поехали стартовый гонг наверх навыков и одного и другого и харрисона он говорил о том что тимофей признал он отметил что да пожалуй перри боксировать харрисон и движется сейчас вперед вот выбросил мощный левый боковой хороший джеб и сразу же выход на очень опасная контратака от харрисона харрисон умеет при коронных приемов он пробивает резко сокращает дистанцию уходя вниз потеряет из виду я думаю что возможно сегодня мы что-то подобное тоже можем увидеть они проходили длинные дистанции боя что высоком уровне да ну и конечно задача тима постараться максимально карача и как и всегда имеет хорошую скорость отечного тима очень собран по-хорошему собран тимофей пока перед началом второго раунда сказали тимофею что продать чем в общем-то тимофей начинает заниматься с первых в своем стиле он потому что действительно он своим видом на территория вы здесь у меня в гостях я здесь хозяин и опять хорошо выжимает и вот сейчас награться резко сократил дистанцию обычной жизни абсолютно неплохой человек у него есть проект он выкупил здание в детройте мы знаем что кизля не достаточно много и устроил там и обучению грамотности и центр помощи малоимущим бездомным там целый такой комплекс и он у вас за свои деньги сам отремонтировал хочу что нужно расширяться и там сильно очень много такой социально помогать просто другим людям если маленький реальный проект и за это или человека можно жестко попала опять справа выпадает выглядят гораздо жестче гораздо опаснее плохая работа была сейчас передней рукой вас работал сейчас еще раз опять вот прессингует хорошо да да через финт все время пока да причем мы с одной с другой стороны здесь не так то просто попасть довольно потому что еще расскажу все таки было ну соответственно рискуя таким образом нарваться от кого-то из дивизиона на тяжелое падать да и сейчас снова не дал вас за танкой здорово хороший тайминг сегодня но вот сейчас ныряет вниз харрисон как раз причем вот очень острый джеб все-таки у харрис вот опять же не встретил встретил пошел дорабатывать это просто да это семейное потому что ты почувствовал что по неплохо харрисон но насколько четко сработал джю сейчас да но попробовал добить сразу понял что не получилось не побежала чертяга вот снизу чуть подкручивая перчатку чтобы удар был менее заметный и 2 а вот это самаркандский привет сейчас передал тимофей еще раз попадает там колени гуляют ну и также да тут все таки вот к его портреты тоже на зерна например да ну там совсем клиническая надо пытается продать бой и ему это удается в целом даже нам очень хорошее очень качественное давление отличное попадание справа вот сейчас на через перчатку пробил но чувствительно и тяжелый-тяжелый удары сейчас достаточно посмотрим хорошо потому что бой только-только разогревается на свой четвертый раунд хит и харрисон совсем даже ну и да сейчас ситуация также развивается примерно не терять концентрации естественно да руки высоко поднятые вот сейчас обмен с этих здорово пропустил боковой теперь есть попадание тима до соперника тим вот такая вот сейчас хорошо тактика выбрана не давать дышать вообще ни секунды вот опять насколько еще хватит крепости от они харрисон но им опять же мы слышим но вот сейчас харрисон поточнее вызывают тимофея чтобы подошел поближе до три удара имеет просто одна фамилия фото фамилия конечно очень боевая тоже поотвечал то есть да вот смотрелся получше чем в двух предыдущих нашел паузы бра комментарии он нашел свою дистанцию что харрисон установится компетен раунда да нужно быть на сопернике отличный щелево боковой в исполнении тима хоррисон продолжает отстреливаться двигаться также вот с несколькими ударами попробовал уйти ну и сейчас такое ощущение что тимофей он пытается именно с харрисом уважение вот попал тем не менее да молодец но пока сложнее безусловно харрисон здорово молодец молодец харрисон очень четкая контратака да и вот к нему кричат постоянно тимофея потому что действительно харрисон умеет пользоваться преимуществом не харрисон ушел свой угол и уже взгляда более осознанно и он уже ощутился тут и разменялись от и так 7 раунд и хорошо по корпусу подвижного когда нужны не сбивать руки с головы чтобы они опускались вниз апперкоты практически не применяет встретить на движение поймать дом харрисон губернично наилучший раунд пока что для тони харрисона но вот сейчас посмотрим концовка перевода на голову не последовал попадает тони в концовке здесь глазах не было четко нацелена кто говорил что будет легко но при этом сам тони харрисон очень приложил и попал ну вот вот теперь пошли апперкоты в ход но до из этого да вот теперь вложился а харрисон да был тоже быстро достаточно пробивал даже на выходе да и в какой-то момент формат решил что но при этом тоже надо отметить что у него есть неплохие навыки работаю на ближней дистанции обновить таймер и смотрим дальше я уже слышу там такие настройки вопрос кому только кричат вот да вот это опять тоткий голосок да пьет открытый или иногда даже предплечьем тут тут очень стим как будто и не было этих раундов раунд под номером 9 вот зацепил да и харрисон явно прочувствовал признал сам пробивал он низковато мне кажется еще раз перед соперником харрисон тут же был за это до этого постоянно двигался и в общем какие-то целом по специальной выносливости попал харрисон ну такой скорее локальный успех в этом раунде довольно выгодная позиция но требует подходов противнику от тима ждем пока соперник какой-то удар выпустит и дает старается подхватывать вот да сейчас причем снести мал уже перчатку по корпусу такое ощущение плывет такое ощущение харрисон отступая за это он потерялся еще до этого чуть-чуть пропустив удары начинает сбивать 49 секунд у Тимофея Дзю апперкоты пошли в 2-3-4 подряд ну что такое ну где же рефери мне кажется надо вмешиваться то есть не только действительно ну зачем зачем поднимается поднимается надо ему еще потерпеть ну конечно все рефери прямой остановить это было непросто надо отметить и да в какой Тимофея Дзю что все таки зевнуло Тони Харрисон чуть-чуть потерялся но и дальше рефери мне кажется все таки мог я думаю что явно не все раунды забрал Тимофея Дзю потому что подготовка совсем другого плана давайте посмотрим вот очень-очень тяжелый три апперкота по Тимофея Дзю а вот он четвертый и еще поглядел потому что когда уже Тони Харрисон отворачивался вот этот момент уходил канатом здесь в первом среднем весе ну вот да и подошел Тони Харрисон непобежденный 22-0 в активе Тимофея Дзю Тони Харрисон по-чень